такие вот такие фильмы путешествия путешествие по городу да вот город очень интересная пространство урбанистическая его не так чтобы вот профессионалы снимают да это там другие совершенно съемки вот так как вы вот никто не снимет вот так что тут может целый даже фестиваль потом устроить как вы видите город у каждого получится свое какое-то такое доведение свое зрение свои маршруты какие-то разные районы выглядят по-разному вот есть там старый город новый город и все так или иначе вы это все захватите в камеры вот это будет очень интересно кстати город будешь каким вы видите город можно интервью нету и видите таким каким вы вот на момент путешествия доведите его он может да и городом будущего быть если вы не знаю в каком-то районе живете у вас там какие дороги там ну вот да но смотря какие вот есть старая часть его да где там университет вот а если туда к нам и в ным территориям то там просто вообще сказка такая да ну вот у вас прямо ну да вот кстати отличное название да 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 и например какой-нибудь конкурс устроить как бы с таким названием да 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 сняты там нету вы можете из простого смартфона то есть там можно просто на палке держать или опять же прикрепить куда-то коляске и он коляске да вот это вот высота съемки или точка зрения ваша да вот высота очень влияет сильно да вот мы скажем снимаем обычно с уровня глаз вот да так или иначе фотографируем все а японцы скажем они сидят же дал них у дома не приходит они сидят вот есть такой был вернее японские режиссера зала у него как раз все фильмы сняты вот но вот где-то с уровня колено так вот такой взгляд снизу и вверх получается это сразу все меняет это все меняет позава вот то есть у него там специальная была тележка для оператора оператор вообще лежа снимал там специально сконструировали шпунда за камеру от лежа лежал вот то есть вы тоже можете попробовать есть еще фильм терреса малика рыцарь кубков вот он тоже снят но он там не action камеры но широкую то есть в общем камеру не широкий угол всегда широкоугольник да сразу все захватывает вот вы тоже можете попробовать снимать скажем с бедра вот над головой если вы сюда на голову повесить это одна точка съемки да вот с бедра это другая и все все как бы весь мир 2 выглядит уже по-другому да 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 если вообще около земли снимаете вот там с доски с какой-нибудь да скажем вот или вы можете прямо вот коляске и и ну почти у земли до прикрепить тут есть возможность это уже тресет третья точка зрения то есть вы можете менять да и у вас будет разный мир везде вы будете фокусироваться волей или неволей да на каких-то вещах на которых вот просто так не фокусируйтесь вот ну да 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 вот вы начинаете что-то видеть то что вот с такой высоты уже не видите да там не разглядеть а около земли это все видно будет а многие видно да и вообще все здания и вообще все все вот снизу вверх будет да выглядеть вот кстати можете посмотреть фильм терреса малика рыцарь кубков вот у него с бедра там весь фильм снят с бедра там главного героя скажем пол головы все время отрезано не видно и то есть можно вы должны еще экспериментировать не бойтесь этого значит да если вот что-то вы там обрежете голову то это не страшно обычно за это ругает всегда там во всяких серьезных вузах до в кино вузах на самом деле это хорошо даже неплохо вот можете это прям сознательно делать вот и когда вы ну с кем-то разговариваете вы да можете вот какую часть человека снимать не целиком не голову да вот ноги руки до акцентируют на или когда мы говорим мы на вот на ноги же не обращая внимание как-то будет тоже то и как-то двигается вот вот это то что касается видео дальше монтаж вы же монтируете как-то давить все все что вы снимаете потом монтируете вот когда ну монтаж это вообще мышление ваше студентам тоже говорят киновузов мы мыслите монтажно когда вы соединяете между собой два куска каких-то вы создаете третий смысл вот то есть один кусок с одним смыслом второй кусок с другим смыслом но когда вы все это все соединяете вас получаете не нечто другое это вот прием кулешова называется там 1 открыл его вот он брал актера мажухина то снимала крупным планом а потом ставил три разных куска скажем оставил его портрет потом дальше идет тарелка супа когда это все соединяется значит человек голоден вот есть потом он там снимал там похороны да то есть портреты похороны это скорбь да вот то есть вот от того один и тот же портрет да но дальше вы меняете вторую часть до какую-то второй кусок подсоединяйте вас получается совершенно другое то есть вот этот магия кино она вот в этом вот вот вы можете взять и там несколько своих путешествий или несколько сюжетов до взять и попробовать вот их так соединить чтобы у вас получился какой-то другой смысл понятно в этом задумались но нет это не композиция композицию вас в кадре когда вы снимаете вы выстраиваете как-то кадр эта композиция а это уже вот вы думаете монтажно когда вы монтируете вас получается и когда вы раз разные 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 куски соединяете вас получает совершенно другую другая реальность то есть вы не просто вот соединять одно с другим да вы делайте разные реальности то есть мы вот сидим в этой одной реальности да но если мы сейчас все возьмем камеры будем снимать то что происходит и потом каждый это смонтирует у каждого будет какая-то своя реальность хотя мы вроде тут находились в одной реальности до поскольку каждый видит все по-своему и представляет по-своему да вот результат тоже получается совершенно разные так что вот я хочу обратить внимание вот еще на монтаж то есть вот эти вот все съемки да как вы там передвигаетесь по городу снимаете да и потом как вы это все монтируете вот это самое важное он даже монтаж на это вообще самое важное что есть кино вот но вот я тут по поводу видео загрузил наверно хватит информации переработать переосмыслить вот дальше насчет трехмерной графики значит но это вот гораздо сложнее чем просто снимать камеры и монтировать да тут значит надо много всего знать и надо уметь пользоваться программами вот они сложные то есть их надо изучать но самое доступно это вот синема 4d называется вот синеме тоже много вот бегущий по лезвию последние смотрели фильм вот вот это вот в синеме сделано вот так что если вы ее освоите вы прямо почувствуете себя такими богами что которых подвластно просто все но синема такая она понятна в ней хороший интерфейс он интуитивно понятны где что находится да как с этим работать такие вот есть кирпичики операторы действий которые вы соединяете стрелочками и полетете такие сети вот нужно быть программистом но вот вы я думаю там до нее дойдете рано или поздно и будете что за делать начиная есть там учебной версии ну там просто рендера размер рендера там небольшой бы да но она такая полновесная то есть ему же вот вот там вода взрывы и вот текучие сыпучие вот вещества вот их всегда в 3d сложно моделировать вот она с этим прекрасно справляется вот а синему любят как раз видео художники motion дизайнеры вот она для них вот она хорошо с мультипликации то есть там довольно просто если вы нарисуете как код там не знаю чудовище птицу динозавра не знаю там кого еще инопланетянина его довольно общем просто можно будет анимировать то есть трехмерной анимации там создается такой же скелет как у человека из костей суставов да то есть внутри там все это рисуется вот компонуется и потом вы можете вот вращать до тени суставами для костями человек вот машет руками там головой но ведете как живой да вы можете его заставить вести там как живого вот явно я все говорю говорю вот можем мультик сейчас я найду посмотрите такой мультик вот он коротенький его делали три студента французских вот про рыбок но это на тему экологии сейчас тоже такая модная тема ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА